Всем приветики! Сегодня я хотела бы с вами поговорить о погоде в стране Басков. Очень часто мне пишут, Лена, а правда, что у вас суровые зимы в стране Басков? Да, суровые. Вот сегодня на календаре у нас 13 ноября, поздняя осень. На термометре плюс 21 градус температура воздуха и почти 17 градусов температура воды. Вот сейчас я для вас сниму этот видосик и пойду купаться. Я уже, в принципе, сейчас стою по колено в воде, привыкаю к температуре. Да, 17 градусов это не Карибское море, но купаться можно. Почему у нас здесь такая теплая вода для этого времени года? Ну, потому что побережье Севера Испании, как и Кантабри, частично Астурию, омывают воды, которые к нам приходят из Карибского моря. Да, у нас здесь теплое течение Гольфстрим, которое и формирует нашу погоду. Поэтому у нас здесь зимой тепло, потому что течение Гольфстрим является такой нашей печкой, батареей, да, центральное наше отопление. И температура воды в океане на побережье здесь зимой, даже в самые холодные, там, февраль, март месяц, температура воды никогда не опускается ниже 14 градусов. Какие температуры летом? Летом все зависит от пляжа. Будете вы на открытом пляже купаться или это закрытый пляж, температура колеблется от 22 до 26 градусов тепла. Температура воды, поэтому нужно просто правильно выбрать пляж, и тогда купаться будет комфортно. А с другой стороны, мне постоянно говорят, страна Басков, там постоянно идут дожди, вы там как жабы живете, да, как жабы. Вот смотрите, ноябрь у нас сейчас на дворе. Ноябрь это самый дождливый месяц в стране Басков. Видите, какие тучи. Если честно, я даже уже за ними соскучилась. Несколько раз, да, по ночам был подождь. Естественно, что в статистику эти дни у нас входят как дождливые дни. А так вот, как пишут, что стеной идут дожди, но пока еще не было. Хотя вот, если говорим о прошлом, сравним с прошлым годом, то в ноябре, ну это как раз была вторая половина ноября, у нас 16 дней до безостановки шел дождь в ноябре. И потом, ну я не знаю, где-то до июля месяца, наверное, дождей не было. Вообще не помню прошлой зимой, чтобы вот после ноября я пользовалась зонтиком. Год на год не приходится. Да, дожди у нас есть, я этого не отрицаю. Это было бы смешно отрицать, потому что, опять же, то же самое теплое течение Гольфстрим, оно испаряется постоянно, да. Это нормальный географический факт, когда если температура воды выше, чем температура воздуха, то происходит испарение, формируются облака и выпадают осадки. И к дождю здесь, в принципе, в стране Баскова относятся достаточно так, ну как к нормальному явлению природы, потому что, как здесь говорят, если бы у нас не было дождей, у нас бы не было так красиво. А если поговорить о температуре воздуха, сейчас, кстати, очень сильно меня припекает, и я стою в жилетке только для того, чтобы спрятать микрофоны. В принципе, в футболке было бы комфортно, в одной футболке. Температуры летние у нас никогда не превышают 30 градусов, да, средняя температура лета 25-28 градусов, и я считаю, что это вообще кайфовая, самая кайфовая температура, которая летом только может быть. Особенно для меня, как для гида, потому что я не представляю, как можно экскурсии проводить при температуре 40-45 градусов. Я бы, честно, из дома бы не выходила. Хотя, да, иногда бывает у нас, заходят очень редко горячие воздушные массы с Африки, ну, буквально на несколько часов, и то не каждый год. И почему только на несколько часов, об этом я на своих экскурсиях рассказываю, да, я же климатологию изучала. Зимой средняя дневная температура у нас порядка 15 градусов. Если мы говорим о дневной, да, ночью может быть по-разному, и тут как раз нас спасают наши облака, потому что когда ночью облачно, то это облака, они выступают как одеяло для нас, да, как парник, и не происходит радиационного выветривания ночного, и поэтому очень ровная температура в течение дня, в течение ночи порядка 15 градусов. Если же нет облаков и солнечная погода, тогда ночью, да, могут быть даже заморозки, опуститься до нуля градусов, ну, а, соответственно, если она солнечная, то днем, соответственно, земля прогревается, и тогда это такие суточные большие скачки температуры. Честно, я такого вот не особо люблю. Мне больше нравится, когда зимой все-таки у нас облачная погода и ровная температура и ночью, и днем. Вот такой вот у нас природный рай. Если говорить о снеге, снег может на побережье выпадать примерно раз в 10 лет. Когда у нас в 17-м году, в 17-м году у нас снег выпал четко по границам зимы, в российском понимании, 1 декабря и 28 февраля. Но страна Басков – это не только побережье страна Басков, это еще и горные территории. Вот в горах снег может лежать, и, в принципе, сейчас уже в горах и страны Басков, и в горах Кантабри снег выпал, но нет такого прям снежного покрова устойчивого пока еще. Но при этом у нас есть, да, горнолыжные курорты, на которых сезон может длиться и 6 месяцев, но год на год не приходится. Так что, да, снег есть, это не сказки, но он в горах, там, где выше 2000 метров над уровнем моря, но такой снег есть даже в Андалуси. Я постоянно поглядываю в сторону океана, поскольку я стою в воде, и чтобы волной меня не накрыло выше положенной зоны. Надо отойти. Ух! Теплая вообще вода. Короче, заканчиваю я свой выпуск сегодняшний, пошла я купаться. 13 ноября, побережье страны Басков, как говорят, у нас здесь суровый климат. А я уже зажарилась вести вам это интервью. Так что всем пока-пока. Я побежала раздеваться и купаться. Всем хорошего дня! Пока!